Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Шпиньков, чему я несказанно рад. И у нас в гостях фронтмен команды КВН «Борцы» Юсиф Юсифов. Привет! Привет! Ребята, еще одна просьба к вам. Она неимоверно простая. Я прошу вас подписаться на канал, поставить лайк, прокомментировать то, что происходит. Наша задача сейчас — добраться до 50 тысяч подписчиков. Это было бы вообще сказочный новогодний подарок. Сделайте нам его, пожалуйста. Мы будем очень рады. Я хочу тебе рассказать, что будет происходить. Мы с тобой договорились о записи этого интервью. Я выложил, что ты ко мне придешь в свои социальные сети, в телеграм-канале. Тебе люди набросали вопросов, и мы попросим тебя на них ответить. Постараюсь максимально быть откровенным. Самый главный вопрос. Вы были безоговорочными лидерами сезона. Что случилось в финале? Ну, это, наверное, случилось не с финала уже, а если взять уже полностью весь процесс подготовки. Да и вообще, можно сказать, весь сезон. Началось все с того, что мы просто завысили планку, усложнили себе работу. В том плане, что от нас уже большего ожидали. И в процессе подготовки мы брали опыт предыдущих финалов. В первую очередь, мы ориентировались на чемпионов, да, сравнивали, как там выступила Вятка, там Раисы, то есть мы надеялись, что нам добавят 0-2. Ну, и еще там предыдущий чемпион Азия Микс. Ну, просто мы так пересматривали, понимали, примерно, что нам нужно сделать для того, чтобы стать чемпионом. Ну, потому что очень хотели этого, мы горели этим. И в процессе подготовки мы как-то все вот, не знаю, то ли не по той тропинке начали идти, и, соответственно, вот не туда ушли. И какие-то вот моменты упустили, и наши, так скажем, сильные стороны мы не использовали в финале. Вот. Мы сделали то, что чемпионское, или, можно сказать, попытались это сделать. Получилось оно или нет, это уже как бы результат сам о себе скажет. Вот. И мы просто заблудились, наверное, если кратко сказать. Ну, какие были вот эмоции после финала? Вот. Закончился финал, и так получилось, что вы, по-моему, второй год подряд, вы остаетесь без медали, да? Да, да. Вот. Первые эмоции какие были? Первые эмоции, ну, очень сильное разочарование. Максимально все в команде были в шоке. Ну, то есть вот так вот, не знаю, такая надежда была, что вот как минимум какая-то медаль должна быть. Вот. В тройку войти как минимум. Все. Вот. У нас задача была. А потом уже после полуфинала мы посмотрели друг на друга, сказали, ребята, ну, надо взять чемпионство. Все. Мы вообще никому не должны дать шансов. И максимально врубились в стратегию, как мы все будем к этому идти, делать. И все. И вот вот доходит до финала. Близятся дни уже, редактура. Мы понимаем, что где-то вот что-то не так идет. Но будем надеяться, что, возможно, сыграет везение, которое бывает в КВНе. Везение тоже срабатывает. И оно отвернулось от нас максимально. Удача. Да, удача отвернулась. Ну, ребята, я думаю, сейчас еще подходят пару недель. Потом со свежими мыслями можно уже будет объективно говорить, какие есть настоящие причины того, что мы не стали чемпионами. Ну, конечно же, мы расстроились сильно. Друзья, есть одна очень интересная информация. Я вообще сам по себе фанат наручных часов. Причем ношу как механические модели, так и смарт-часы. Но совсем недавно я открыл для себя вообще уникальную модель. Это новые гибридные часы от GeoZone. Что это вообще такое? Это механические и смарт-часы. Причем все это в одном корпусе. Здесь есть все, что мы так любим в умных часах. Пульсометр, шагомер, отслеживание сна. Уведомления со сторонних приложений. Но если вы вдруг устали от цифрового мира, можно это все выключить одной кнопкой. И у вас на руке просто классика со стрелками. Помимо этого, здесь есть водозащита. То есть в этих часах можно плавать. Но самое важное – это время работы. В режиме смарт-часов они работают до 14 дней, а в режиме обычных часов – до 40 дней. В это невозможно поверить, но это действительно так, я это проверил. Из приятных бонусов. Запасной ремешок уже в комплекте. В общем, ссылка в описании. Я предлагаю вам заказать их прямо сейчас, пока они еще есть в наличии. Давайте гоу вниз по ссылке, а мы продолжим интервью. Юлия Гаврилина спрашивает. Да. Давило ли она на вас во время подготовки к играх звание фаворитов сезона? И какой финал вы считаете более сложным в подготовке? Прошлого года или этого? Давило. Ну, я как бы опять же повторю, что вот мы весь сезон шли хорошо. Соответственно, мы завысили ожидания. Если говорят, вот, ребята, молодцы, сейчас они, наверное, вообще прям супер-мегабомбу покажут такую, что давайте эту бомбу ждать. И когда эта бомба не происходит, то мы в глазах… Обманутые ожидания. Да, мы сильно их обманули, и жюри, и зал. Не знаю, это очень сложно быть фаворитом и стать чемпионом. Проще не быть фаворитом, чуть ли не чтобы тебя там добирали, каждую игру, а потом в конце как бомбануть, наверное, так… Эта стратегия, наверное, такая проще. Я знаю такой пример. Это у спортсменов, ну, нам просто рассказывал Мишка Гуликов, что у пловцов есть такая штука, что самых сильных спортсменов, которые между собой борются, ставят на третью-четвертую дорожку. Потому что, чтобы они соревновались, ну, то есть, и бы их было видно хорошо зрителям. Это середина бассейна. Вот. А в этом спорте есть, называется, так называемый эффект восьмой дорожки. Это когда очень профессиональный спортсмен, и он плывет, ну, то есть, там есть заплывы полуфинальные, и он плывет так, чтобы попасть на восьмую дорожку. То есть, восьмой – это последнее место. Но он плывет именно так, он знает время там крайних точек, и вот он старается в середину попасть. Если он попадает на эту восьмую дорожку, то случается такая история, что по третьей-четвертой дорожке плывут спортсмены, они друг с другом борются, и никто не замечает, что тут прям где-то на крайней, и его просто не видят глазами. И он может показать гораздо лучший результат из-за этого. Вот это так называемый эффект восьмой дорожки у пловцов. Ну вот мы на третьей дорожке всю жизнь плывем. То есть, вот здесь не работает знаменитая фраза Аршавина «Ваши ожидания – ваши проблемы». Наверное, да. Ну вот. Не знаю, наверное, вот в прошлом году, если сравнивать финалы, да, вот еще на второй вопрос отвечу. Отвечу. Ну, мне, наверное, сложнее было в прошлом году, потому что это был первый финал. Мы там вообще не знали, что делать, просто не понимали. Мы знаем, что вот финал – это большой масштаб, это звезды, это большой реквизит. В конце это прощание с КВН, благодарность, спасибо. Но когда у тебя нет понимания, уходишь ты или нет, там, когда ты не обладаешь особым ресурсом для того, чтобы там набрать кого-то, там, чтобы сделать выступление более финальным, тогда вот это все сложнее делать. Поэтому прошлый год для нас все-таки был сложнее. А мы в этом году уже знали, что нужно. И вот результат говорит сам за себя. В прошлом году четвертое место, и в этом году четвертое место. Мы растем. Что-то пошло не так? Да, просто что-то пошло не так. Кого вы вините в своем проигрыше? Были ли какие-то обиды на жюри, на соперников или только себя? Может, что-то доктора не так сделали, спрошу так? Наверное, все-таки винить всех неправильно. Вот я просто себя скажу точно. Я считаю, что вина в нас самих, в первую очередь. Просто вот, например, мы готовимся, максимально готовимся к игре, то есть подготавливаем шутки, номера. Мы приносим. Если это смешно, то и редакторы это оставят, и Александр Васильевич это оставит. Соответственно, и зал тоже, и жюри это понравится. А большую часть времени всегда, вот как мы помним, я на своем опыте скажу, и на опыте нашей команды, когда нам редакторы или Александр Васильевич что-то убирают, мы это, может быть, где-то даже проверим на всякий случай, и мы приходим, большинство случаев, к тому, что ребята были правы на самом деле. Надо прислушиваться, надо делать так, как говорят. То есть в этом финале вы проиграли сами себе по факту? Да, мы проиграли сами, мы потеряли самих себя, вот я просто, вот мы борцы, да, у нас, вот если посмотреть наши, наверное, игры полуфинал, одну восьмую, то есть мы выходим, у нас есть своя тематика, у нас есть такая своя атмосфера, вот эта, вот своя вот эта волна. И вот на финале мы что-то вот как-то в процессе подготовки мы уже на игре начали понимать, что-то они, ну, как будто это не борцы, как будто это другая команда. Не туда надавили, не на ту педаль нажали, наверное, так правильно будет сказать. В эмоциональном состоянии, в том, в котором вы находились, и вообще находятся финалисты, очень сложно вообще, это самая сложная эмоциональная игра даже для нас, для редакторов, потому что переубедить вас в чем-то, когда вы уже вот буквально в шаге от цели, это очень сложно. Ну да, эмоционально это давление тоже есть. Да, и вы уже прислушиваетесь, но хочется сделать что-то свое, хочется прыгнуть и так далее. И в какой-то момент надо, ну, понимать, что проще иногда отпустить и сказать, ребята, ну, это ваша игра, правильно, это ваша жизнь, сделайте, как вы хотите, и посмотрите, какой будет результат. Другое дело, что ты понимаешь, что обычно за такими вещами бывает. Но, с другой стороны, я не знаю ни одного человека, который бы учился на чужих ошибках. Все учатся только на своих ошибках. Я думаю, что это прекрасный опыт, так или иначе. Многие говорят, что финал – это абсолютно другая игра, нежели любая игра в сезоне. Это действительно так? К сожалению, так, наверное. К сожалению. Потому что, если взять, например, другие передачи на телевидении, да, например, как Comedy Battle, там, еще какие-то вот, где есть этапы, да, то есть фестиваль, одна четвертая, там, полуфиналы. Какая-то этапность, она везде разная, по-разному называется. Первые этапы смешно, а финал – это должно быть очень смешно, прям максимально смешно должно быть. Потому что должен быть какой-то рост, наверное, от игре к игре, там, от выступления к выступлению. И в конце подведение итогов и должно быть самое максимально смешное, чтобы запомнилось, финальное твое выступление запомнилось максимально смешным. А в КВН не всегда так получается. Но есть мнение, что, типа, вот, чемпионы становятся по заслугам, да, то есть заслуги, там, уже 16 сезонов команда отыграла, там, уже давайте их отпустим. Но вот это правильно или нет? Я считаю, что нет. Ты должен выиграть в конкретной игре? Да, я должен, ну, взять, если спорт. Если взять спорт. Ну, вот выступает сорокалетний, там, борец против 26-летнего борца. И 26-летний его просто в 10-0 выигрывает. И что они подскажут? Ну, вот, сорокалетний, ты что, он уже, это его 30-я Олимпиада, давай ему отдадим просто и все, отпустим его золото. Ну, такого же, ну, это же неправильно. Да, здесь тоже выиграть должен самый смешной. У кого больше шуток, у кого больше интересных ходов, кто больше всех развеселил, зал и жюри, вот они должны и победить. Хорошо, тогда провокационный вопрос. Этот финал выиграла самая смешная команда? Я не могу сейчас ответить на вопрос, потому что я, к сожалению, не видел выступления. Слышал за кулисами, я же за кулисами находился. Я же тоже на финале играл. Но ты не видел их выступления? Не, я вот жду, когда выйдет эфир и полноценно посмотрю игру, уже адекватно, так скажем, выдохнув после финала, когда уже все эмоции, там, все эти остынут. И проанализировать, что мы сделали не так, как это все смотрится, что мы сделали не то, реально ли смешная самая команда выступила. Вот пока я ничего не скажу. Хорошо, будем ждать. Я просто слышал много мнений разных, кто что говорит, но я пока сам не увижу, я не скажу. Есть интересный вопрос. Стрип-файтер. Будете ли вы еще когда-нибудь играть в КВН? Ну, есть же много спецпроектов, кроме сезона. Летний кубок, конечно, нам уже вряд ли. Почему? Ну, в паре с кем-то. Ну, да, может быть, если пригласят в паре с кем-то, тот же музыкальный фестиваль. Та же встреча выпускников через несколько, много лет, я не знаю, пригласить могут. Сложно уйти из КВН, это почти нереально. Тем более, когда ты в этом много лет уже на таком уровне играешь. Вот, поэтому мы будем играть в КВН, но уже не так часто мы будем появляться на экранах, наверное. Может ли состояться легендарное возвращение в сезон борцов? Еще одно. Ну, еще одно. Очень вряд ли, очень вряд ли, но не знаю, не буду зарекаться. Потому что в свое время, когда мы в 2013 году ушли, мы тоже, у нас были попытки вернуться разными способами, но где-то там различные обстоятельства не складывались, и поддержки не было, и спонсора. Вот, и все, где-то уже мысль о том, что мы вернемся, она где-то уже ушла в закат, и мы уже даже не думали об этом. Потом, неожиданно для нас, в 2017 год мы приезжаем Светлогорск, там за нас берется, так скажем, нас поддерживает северный десант Александр Ильич Петерман. Вот. И тогда это, так скажем, все вот так звезды сошлись, собрались с мыслями, сказали, ребята, мы в 2013 году не поставили точку, это была как минимум запятая какая-то. Просто ушли, причем команда хороший резонанс вызвала тогда везде, нас запомнили, нас на улице встречали, говорили, о, это же вы, там все, а что вы не играете, а что вы не играете, а что вы не играете. И мы так три года слушали эту фразу, и вот так все сошлось, и в 2017 году мы возвращаемся в КВН, Кубок Мэра мы тогда еще сыграли тоже. А почему вы тогда в 2013 году ушли? Что случилось? Вы же отыграли, по-моему, год всего. Да, у нас был спонсор, который в 2013 году после полуфинала сказал, что мы больше не ваши спонсоры. То есть такое часто бывает с командами. Ну и то есть просто у команды не было денег, да? Да, а без денег мы живем в Сургуте все, а с Сургута прилететь в Москву, ну то есть мы, ладно, там команда пять человек, это только выступающие, а там же еще большая команда. И группа авторская, административная. То есть расходы большие все равно. И для таких расходов нужна хорошая поддержка спонсоров, там округа, города, не важно. И если есть такая поддержка, то команда живет. Если нету поддержки, команда выживает. Можно было просто все бросить, все и на свои деньги где-то там начерпать, там на корпоратах что-то собрать и поехать выступать, еле-еле как там что-то делать. Ну мы решили, что... Короче, вы не хотели делать плохо, правильно? Мы не хотели делать плохо. Если делать, то делать уже хорошо, на высоком уровне. Чем будут заниматься сейчас борцы? Есть ли предложения с каких-то каналов или продакшн? Есть. Есть пару предложений. Ну, скорее всего, я просто все карты раскрывать не буду, потому что это все тоже где-то вилами по воде, где-то лопатой по воде. Ну, по-разному. Короче, пока это все подвешенное состояние. В очень подвешенном пока, да. Конкретики нету, но она будет в ближайшем будущем. Я думаю, все узнают и видят, где мы будем и что будем делать. Но в любом случае мы именно из творчества уходить точно не собираемся уже. Ну вот, например, если взять тринадцатый год, тогда мы уже ушли из творчества, потому что не нашли спонсора, все. Мы там уже сильно работали в Сургуте, кто преподавателем, кто инженерами в всяких компаниях. Ну, то есть обычная такая жизнь. И КВН был уже как бы таким воспоминанием или хобби, то есть внутрикорпоративный КВН, городский КВН, жюри где-то поселить. Вот. А сейчас вот вернувшись в сезон, семнадцатый, восемнадцатый год, девятнадцатый, мы уже поняли в себя, что вот оно, чем мы должны заниматься. Ну, лично я за себя скажу точно, вот это, это мое. Я потому что уже уволился из работы. Реально? Да, все, я уже не работаю нигде. А где ты работал? Ну, сначала я работал в нефтяной компании, в Сургутнефтегаз. Я там проработал шесть лет на разных должностях, то есть начиная от подсобника, подсобный рабочий, который там грунт раскидывал по полю. Потом инженером по охране труда я там работал, трубопроводчик линейный. И больше всего я проработал в должности инженером по гражданской обороне. Вот. А секретная информация, какие зарплаты вот там были? От чего ты отказался? Ну, зарплаты от двадцати, это вот подсобный рабочий, до семидесяти пяти, до семидесяти пяти. Это хорошие деньги для города Сургута? Это для Сургута приемлемые деньги, нормальные. Что такое нормальные? Нормальные, это в смысле тебе хватит на, чтобы оплатить ипотеку, чтобы прокормить семью и чтобы сесть в отпуск с семьей. О, это ну. Все, то есть тебя для минимума какого-то хватает. Это если приучить, что если жена работает тоже. Ну, понятно. И то есть ты отказался от всех этих благ, чтобы вот попытаться исполнить какую-то свою мечту, да? Ну да, можно сказать. Я там перспектив вообще никаких не видел. Я знал, что, ну вот я вот работаю и понимаю, что это не мое. Я вот не здесь должен быть. Я должен быть в другом месте. Там, где люди будут надо мной смеяться. То есть я комик в душе. Клоун. Комик. Как угодно называйте. Хорошо, давай тогда тоже помечтаем. Смотри, ты сейчас не можешь раскрыть все карты, говоришь, есть предложение. Окей. Тогда давай я спрошу тебя так. Где бы ты хотел работать? Вот есть место, где ты бы хотел работать? Например, я тебя спрашиваю. Хотели бы борцы выступать в Comedy Club? Нет. Нет? Ну, я за себя точно скажу. У нас как бы, у нас команда, и у всех свое мнение, я так скажу. К сожалению, наверное. Это к счастью. Ну, к счастью, да. Это к счастью, потому что... Я за себя скажу точно, и за большинство в команде, что вряд ли все, они захотели бы выступать в Comedy Club. Почему? Не знаю. Вот я когда в свое время смотрел Comedy Club, начиная там с седьмого года, с восьмого, вот в этот период, мне было весело, смешно, мне нравилось. А потом уже, когда я уже начал играть в КВН, уже я понимал, где, да что, да как, и тем более, вот последние года два-три я уже пообщался со многими людьми, которые работают в продакшенах. Я уже всю эту кухню, так скажем, уже знаю, где, что происходит. И я понимаю, что Comedy Club, это уже такая сформированная, уже не знаю, туда залезть сложно, и там как бы не потеряться. Просто я знаю, что люди, когда включают Comedy Club, они не хотят увидеть кого-то других, потому что там есть те люди, которые... Ради которых включают? Да, и смотрят их, там, Харламов, Воля, Мартиросян уже там не появляется, но я раньше включал, я ждал, когда Харламов с Мартиросяном в конце... Экспериментальный, да? Да, экспериментальный юмор, все, я сидел, наконец-то, но это вот давно еще было. Хочется свое шоу, где вот я сижу, ко мне там либо приходят гости, либо я там как-то с ними прикалываюсь, я бы попробовал это сделать. Вечерний борец. Вечерний борец, да, но Ургант, это, конечно, это классика, да? Уже классика. Ну да, на российском телевидении, да, из Light Night Show, это Ургант, ну, других просто нет, во-первых. Это давай ориентиром называть, просто классикой его сложно назвать, но можно назвать ориентиром, это хороший уровень. Да, хороший уровень, да. А хочется делать в таком, скажем, приближенном формате, но со своей дуристикой, вот борцовской, например. Может быть, не борцовской, может быть, еще более космическое что-то там добавлять. Очень нравится мне Лена Кука. Ребята, вот мы с ними в какой-то даже, на какой-то период даже работали в КВН. Да, они были вашими авторами? Да. Ну, они, так скажем, мы пробовали их, мы их пригласили, чтобы они, потому что мы знаем, видели, знали, что они неплохо пишут цельные номера, вот эти, да, то есть, типа STEM, Муз-номер в КВН как-то. Но просто они не попали в формат КВН, потому что они делают свое. Вот они в этом большие молодцы, они, делая свое, сделали себе имя, и они есть, те, кто они есть, вот их за это и любят. Вы хотите что-то подобное, да, грубо говоря? Да, что-то свое, у которого будет свой зритель, своя целевая аудитория. То есть вы хотите развиваться так, как, например, союз команды, да, как, например, уральские пельмени. То есть вы командное развитие видите? Конечно, я думаю, многие команды КВН такого хотят. Ну, не всю жизнь же играть в КВН. Не, ну вдруг ты хочешь, я, например, я хочу сниматься у Мартина Скорсеза. Это твоя амбиция какая-то? Ну, в кино я, ну, не знаю, это... Ну, ты сейчас снимаешься же в клипах у Голустяна. Не, я... Почему? Кино просто другое. Это, ну, я не знаю, туда надо не то, чтобы не лезть. Туда, если идти, то надо это дело любить, и надо на это научиться хорошо все это делать. И иметь, как минимум, какой-то талант. В Турнике же снимался в кино. Да, я знаю. Ну, как бы оцените его, как бы все работа. Он просто подошел по образу. Я понимаю. Да, режиссер... Режиссеру нужен был грузин. Высокий, сильный грузин, там, и поющий. Вот, и он подошел... Как называлось кино? В общем, на Париж. На Париж. Да. Мы посмотрели этот фильм. Что скажете? Мы пришли в кино, сидели, полфильма смеялись там, где не надо смеяться. Просто, когда Торники там... Причем, ну, вот именно где Торники, не знаю почему, потому что мы его в жизни знаем другим. Ну, понятно. А в фильме он там снимается, и по нему и нам смешно почему-то было. Фильм, ну, как бы, чтобы не превратилось это в кинокритику какую-то, я просто вкратце скажу. Мне понравилась концовка. А вот какая она, ты потом, если посмотришь. Хорошо. Но ты пока не готов, типа, залезать в такие большие проекты. Кино – это дело профессионалов. То есть это там большая работа, актерская, режиссерская. Но у меня есть такая проблема, что я очень плохо запоминаю текст вообще. Очень ужасно. У нас, вот если взять нашу команду, хуже всех слова, текст запоминаю я. Реально? Реально так и есть. Прям вообще очень тяжело. Я просто могу даже уйти. Все там, например, каждый там слова свои знает, выучил. Я ухожу, я еще там могу до четырех, до пяти утра стоять, прогонять, прогонять, прогонять. Вот и все. Ну, ты же сам на редакторе видел, как я, бывая, там, глаза закатываются, вспоминаю, там, что, да как, какой текст там. Мне почему-то в этом плане тяжело. Не знаю. Ну, слушай, это может быть, возможно, это соревнование. Когда в спокойной рабочей атмосфере, возможно, ты быстрее будешь все запоминать. Это такая есть специфика. Может быть. Сколько лет вы уже играете в КВН? Ну, все по-разному. Я играю с декабря 10-го года. В этом году будет 10. Да, 10 лет. То есть у меня такой стаж. А у ребят, ну, я с Амином мы начинали прямо в одно время. Да, вот там есть фотография, которую я тебе показывал. Да, 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 да. Рухин побольше играет в КВН. Там очень смешная фотография. Да, там вообще смешная фотография. Он пришел в нашу команду. Из команды, которая уже отыграла там несколько сезонов, которая уже успела стать чемпионом Северной лиги. Он там тоже был руководителем. И он уже с большим опытом пришел к нам. Ну, и другие ребята тоже. Кто со школы играет, кто там. То есть у тебя самый маленький стаж, да? У меня с Амином, да. Мы прям ровесники по КВН. Мы прям вот первый раз вышли на сцену вместе. Играли вместе вот так всю жизнь. А вы друзья с ним в жизни? В жизни... Не знаю, вот как это назвать. То ли не друзья, мы какая-то темейная. То есть, я не знаю, отношения у нас какие-то. То есть, ты же гораздо ближе, чем друзья, да? Да, но не со всеми тоже. Не со всеми. Есть ребята, вот, допустим, мы вот в поездках, мы катаемся. Гастроли, там, игры. Все мы вместе. А потом приезжаем в Сургут, и с большинством не видимся. Потому что у каждого там свои работа, семья, свои дела, да. А так мы друзья по интересу. Потому что вот если КВН, у нас в Сургуте есть лига северных десантов, которую мы открыли тоже. Соответственно, от названия понятно, кто нас поддерживает. В этой лиге мы вместе работаем тоже. Там, я там в жюри, иногда там поеду привезу встречу ведущего, который у нас там выступает. Ведущий, кстати, Дорохов. Я личный водитель Дорохова. Вот ирония этой истории. Изначально он, ну, Рухин как бы создавал лигу, и он хотел, чтобы я стал ведущим. И он мне звонит, спрашивает, Висиф, что, станешь ведущим? Я говорю, можно. Ты сделаешь все хорошо? Я говорю, ну, блин, я же не вел никогда ведущим. Я вообще не люблю эту работу. Ну, сделаю как надо. Если нужно, чтобы я сделал. Я помогу. Все, вот я в команде. Все нормально. Ладно, я подумаю. Все, в итоге. Дорохов ведущий, а я его личный водитель. И когда игры и лиги, мы в Сургуте, и Дорохов прилетает, и я его встречаю в аэропорту. Водитель Дорохова? Да, да. Я личный водитель Дорохова, да. Я его привожу в гостиницу, потом с гостиницы отвожу на площадку. Ну, то есть, и он постоянно снимает это на Инстаграм. Посмотрите, кто меня водит. Асель Алим спрашивает. Откуда столько кавказцев в Сургуте? Сургут? Это нефтяная столица. Так. России. Это можно, ну, я не знаю, никто с этим не поспорит. И, соответственно, там, ну, если сравнивать регионы, да, например, Сургут, ну, вообще наш ханты-мансийский округ занимает последнее место по безработице. Самое последнее. То есть, самый такой регион, где есть... Много работы. Много работы, да. Ну, я не знаю, Москва может только сравниться с нашим округом. Ну, и, соответственно, со всех регионов, в том числе и с кавказских регионов приезжает много людей работать и из ближнего зарубежья, и в страны СНГ. Но ты родился уже в Сургуте или ты переехал? Ну, я родился не в Сургуте, но моя семья уже жила там. То есть, у меня отец с мамой, они проживали с 85-го года, у меня отец там живет. Может, даже раньше, я точно не совру. И у меня старшая сестра родилась там уже в Сургуте. И мама, будучи беременной, они просто поехали в отпуск в родное село. И я там родился, и они вернулись в отпуск. То есть, просто обманули вот так вот. И поэтому у меня в паспорте там... Ну, у меня младший брат тоже в Сургуте родился. Ну, я просто там родился, а так все. С самого рождения, можно сказать, я проживаю на севере. Второй вопрос. Александр I. Как живется Южным Кавказском в морозном Сургуте? Да, там, не знаю, там... Кому как. Мне там, не знаю, мне там тяжело. Почему? Ну, чисто климатически? Климатически, да. Север, холод, ну, хочется в горы, хочется там сидеть на какой-нибудь на лугу, на вершине горы, вот так вот копьем кинуть, лосося поймать, вытащить, пожарить, его съесть. Ну, то есть, хочется вот... Вот я, когда вижу горы, все, у меня просто мурашки по коже, потому что мои корни все из местности, где очень много гор, они там не сильно высокие, конечно. Что за местность ты расскажешь? Да, это юг Азербайджана. Я вообще этнический талыш. Ох, мы не знаем, что это такое. Талыш – это народ, который проживает на севере Ирана и на юге Азербайджана. То есть, получается, Иран-азербайджанская граница, и именно на этой территории проживает народность талыши. Их много в Иране, в Азербайджане, ну и по всему миру тоже так разбросано, по чуть-чуть. Мы семейство народности, персидское семейство народностей. То есть, мы с иранцами, с таджиками, афганцами, с курдами, мы как бы не тюркоязычные, как нас путают часто с тюркоязычным народом, мы не тюркоязычные, мы по-другому разговариваем. Но ты был на родине? Да, в детстве очень многое бывало. Там все мои родственники проживают. У меня там со стороны отца, в семье их 10, и со стороны мамы тоже 12. То есть, у меня там очень много родственников, двоюродных братьев. Я никогда не смог подсчитать, сколько их вообще. Я сбивался со счета, потому что пока я считал, там уже звонили, кто-то еще родился. И там природа такая, что там горная местность, она не лысая, она зеленая, вся в деревьях, то есть такие дикие, красивые места, реки. Живешь ты в Сургуте, а душа у тебя там? Вообще душа там, потому что там просто прекрасно. Там день это день, ночь это ночь, днем там может быть плюс 30, ночью может до 10 опуститься, потому что горная местность, если там еще выше подняться, на высоких местностях, там еще холоднее. Везде родниковая вода, то есть нет водоснабжения, там везде родниковая вода, либо речка, либо подземные источники какие-то. То есть, вот так вот думаешь, сейчас выпью литров 10 воды, вот так вот кружку взял, два глотка сделал, холодная ледяная вода, все, и ты напился, все, и пошел дальше. То есть, там круто, вот в этом плане. Так сладко об этом рассказываешь. Сейчас поедем туда. А пацаны, кто еще, каких национальностей? Рухин мой земляк, он тоже талыш. Амин и Милан, они из Дагестана. Амин и Кумык. Милан и Лизгин. То есть, вообще прям интернациональная команда. Ну и Саша, знаешь. Славянская кровь. Славянин настоящий, да, русский. И может, там есть украинцы, русские, ну, Саша, это Саша. Как вы так объединились? Вообще, как родился вот этот концепт борцов? Почему именно борцы? Ну, то есть, много очень вопросов с этим связано. Все это обстоятельства, стечение вот этих обстоятельств разных в жизни. Я вообще случайно сам попал в КВН. Изначально вот мы все, вот все, кто сейчас на сцене, кроме Рухина, это и Милана. Мы втроем, получается, с одного университета. Я тренировался у себя в университете. У нас там был корпус спортивный. Я там ходил в тренажерный зал. Я занимался, я там много внимания этому уделял. И в какой-то день я приехал в зал, а зал закрыт. И я позвонил своему одногруппнику, который с первого курса, ну, или со второго курса уже играет в КВН. А я уже, это был пятый курс. Звонил одногруппнику, он говорит, тут, короче, у нас в актовом зале репетиция. Мы тут с КВНщиками репетируем. Давай, ты подойди сюда. Зайдешь. И потом этот, поедем вместе домой. А он просто по пути жил, мы вместе домой добирались. Все окей. Захожу в актовый зал, и там сидят очень много людей, КВНщики, и как бы я их никого не знал. Но потом с этими людьми я просто уже много лет общаюсь до сих пор. Я знаю, вот я с этими людьми до сих пор иду по одной дороге КВНовской. А тогда я просто захожу и никого не знаю. И у меня был круг общения абсолютно других людей. То есть вообще не связанных с КВНом. Просто были ребята с поселка Федоровский. Все дела. Это какой-то, да? Да. Знаменитый поселок Федоровский для того и местности. Ну да, очень знаменитый. Я захожу в этот зал, и там все это организовал Саша Тереченко. Он организовал КВН в университете. Он уже тоже много лет отыграл, он там уже опытный. Он там был и ведущим, и директором лиги. И там все готовились к внутренней лиге университета. Все. И там я увидел Амина, и увидел Сашу, Рухина, увидел. Там еще были другие ребята, которые были в первом составе борцов. Андрей и Мам. Вот. И все. И тут мой одногруппник Ваня Решетников его зовут. Кстати, вот он тот первый человек, который перевел меня в КВН. Он сказал, Саша Тереченко, говорит, вот смотри, это Юсиф, это мой одногруппник. Он с первого курса вообще коры мочит. Но вообще в КВН не идет. Давай его возьмем в команду. Там команда факультета физической культуры, ФФК, называлась. А Саша такой посмотрел. Ну, давай, все. То есть никак вообще. Ну, давай, давай, все. Все. Отыграли первую игру. Я уже начинаю входить в эту колею КВНовскую, там, знакомиться, общаться. Все меня еще не знают, какой я на самом деле. Я потому что раньше выглядел прям как реально борец мой физически и внешне. Все. И потом Саша уже после какой-то игры сказал, есть идея у меня с 2009 года. Типа уже три года я, короче, пытаюсь создать команду и назвать ее там «Сборная Дагестана по вольной борьбе», он так еще назвал. Там нужно, короче, борцов. В трико мы там будем выступать. Вот ты, как бы, я смотрю, хорошо играешь, типа, неплохо получается, вот Амин, там еще вот пацаны. Вот сейчас вас соберу, Андрей будет, типа, дрыщом. Вот, и я хочу... То есть фактически он придумал, да? Да, это он все придумал, и он несколько лет не мог найти людей, потому что он прям обращался к реальным борцам, настоящим борцам. Я даже знаю чувака, который борец настоящий, его зовут Арсен. Он тоже учился в этом университете, но он настоящий борец, он мастер спорта, он прям такой. И он его хотел, ну, на мое место, получается, на фронтмена. Но тот отказывался, потому что, братан, сцена, это не мое, ты что? Ну, то есть человек спортсмен, но он абсолютно не для сцена родился, он стесняется, все, ну, таких много. В общем, среди спортсменов таких очень много. Все, я фронтмен, мы выступаем в городе, очень хорошо выступаем, прям отлично заходим. И Саша говорил потом, что много кто ему говорил, что, ну, ничего, ничего не получится, ты что это, да, это фигня какая-то, что это за команда, что это за чуваки, где ты взял вообще, кто это такие. Все, потом мы отыграли фестиваль, и следующая наша игра уже была в Северной лиге, то есть ребята позвонили, договорились с редакторами. Мы приезжаем туда, выступаем, дошли до полуфинала, слетели с полуфинала, выиграли городскую лигу, и потом нас уже приглашали, ну, мы там, то ли пригласили, то ли мы услышали, что проходит первая арктическая лига в этом, в Салихарде, то есть это еще севернее, вот Сургут есть холодный, есть еще, еще севернее, еще холоднее, это в Салихард. Поехали в Салихард, а там редактор Гульков, Сан Саныч ведущий, Вятка в жюри, и против нас играют Союз, Ананас, Ямал, ну, и мы вот четырех. Мы выиграем эту лигу, этот клубок, мы его выиграем, получаем гран-при сто тысяч, и все, вообще никаких сомнений, что надо ехать в Сочи, вообще абсолютно никаких. Приехали, стали командой открытия, там, по версии каких-то журналистов. Команда открытия по версии каких-то журналистов. Никогда тебе не хотелось сыграть в другом образе, не в образе борца? Хотелось, конечно. И даже бывало где-то, получалось. В 18-м году на Кубке Мэра я выходил в русской дороге. Да. Вот там я был в Лехой Кремене, я выходил, пародировал его. АПЛОДИСМЕНТЫ Хеллоу, пипл! А чё это вы такие грустные? Как будто вам английский язык в школе. Леонид Слуцкий преподавал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей? Это вы? Конечно я, Ханыга Утсатая. Мне Леха Кремене позвонил, говорит. Короче, ну-ка спародируй меня, сними на видео. Я согласился, сказал, ну давай, я завтра, на следующий день сниму. Я начал обзвонять и искать шапку. Смогу, искал шапку, как у Лехи. Нашел шапку жене, говорю, снимай. А вот здесь нажимай отбивку, вот эту. Те-те-те. Те-те-те там, да. И на их выход. Ну я не верил в то, что это утвердится редактурой, потому что оно, я не знал, просто, ну как-то, ну не особо придавало значение. Отправляю, и Леха мне пишет. Всё, короче, приезжай. Я нифига себе, только удивился. Ну давай попробуем, что из этого получится. Выхожу на сцену в этом образе. Для меня это было, потому что столько лет борцом играть. А тут на большой сцене тоже играть, но не борца. Это вообще для меня, то есть что-то необычное было. И всё, я смотрю, вот есть эффекты, реакция. И на кубке тоже всё хорошо зашло. Вот для меня это было. Ну, короче, круто. Да, ну пацаны вот так вот у меня все сидели, ждали. Ты сломал свой образ, теперь все знают, что ты не борец. Я говорю, да. Это на результат финала не повлияет. Вам придётся его сломать так или иначе? Да, конечно, да. Придётся сломать. Куда-то должны же двигаться. Слушай, а кто-то в реальной жизни имеет отношение к борьбе? И вообще к спорту? Вообще со спортом каждый как-то связан. Кто-то чем-то занимался в любом случае. У меня силовой троеборья пауэрлифтинга. Рухин занимался дзюдо, Милан и борьбой занимался, и кудо, там, Амин боксёр, Саша тоже на какую-то рукопашку там ходил. То есть все чем-то занимались, каким-то видом. Ну, то есть не профессионально, а вот на уровне там в школе, там, в университете занимались. А вот таких прям суперпрофессионалов, кроме Торники. Хорошо. Смотри, дошли до Торники. Как появился он в команде? Он же действующий спортсмен. Он член сборной России по вольной борьбе. Да, да, да. Ну, бывший член. Ну, сейчас уже бывший член. Ну, то есть, как это было изначально? Мы в 17-м году, когда первое наше возвращение... Легендарное. Легендарное возвращение, да. Мы изначально поехали, ну, мы шли, вот едем в Ситлогорск, нам нужен, наверное, какой-то певец, потому что мы-то петь не умеем, мы играть не умеем, ни на чем. И думали, кого бы взять, а тут мы узнали, что вот в голосе какой-то борец там стал, ну, нашумел там. Прям настолько вот вы в голосе его увидели и решили связаться? Да, ну, то есть, у меня супруга смотрит голос, и я его там тоже увидел. И потом ребята тоже нам сказали, что вот он бы неплохо бы подошел, в принципе, если можно там с ним что-то там сделать. И на него как-то пытались выйти, но не смогли выйти. Это был 17-й год. Потом, ну, мы взяли вместо него там другую, Анжелику Фролову, тоже она, тоже северную, ноябрьская она вот, тоже наша землячка. Она тоже участница «Голос». Мы с ней выступаем, потом через год опять мы про него вспоминаем. Вот опять Светлогорск уже, мы уже в сезоне, вот 18-й год. И я говорю, а Саша, спрашиваю, ребята, как вы вообще на него выходили? Ну, мы ему в директе написали, в инстаграме. Мы говорим, ребят, ну, у него там много подписчиков, он не увидит. Это надо... И все, я там увидел, я Саша, давайте я сам на него выйду. Ну, я нашел номер его директора, позвонил директору. Она сказала, что да, он не против, он хочет. Потом уже напрямую с ним связались, уже пообщались. Там, здравствуйте, там, торники. Мы хотели бы там вот так все уважительно, все на таком официальном уровне. А он оказался нормальный пацан, да? Да, вообще, он младше нас почти всех. Ну, то есть, он такой... Он 92-го года, что ли. То есть, а мы там 89-го, Милан вообще 85-го года. То есть, все дядьки уже взрослые, а это такой молодой пацан. Ну, мы ему звонили, как вот приглашенной звезде, там, с ним так. И все, и вот получается наша первая встреча в Светлогорске. Он заходит, и мы как-то вот сразу вот поняли, что, блин, это свой чувак, это вот наш. Он такой же дурачок, в хорошем смысле этого слова. Дурненько, пожалуйста. Если у кого боишься. Да. И все, и в процессе вот, когда мы вместе жили, все, мы уже над ним уже издевки пошли, там, угорали с ним. Все, то есть, как свой чувак, как будто в своей команде уже. Столин знаком. Да. Ну, он тогда уже, получается, он в 16-м году стал обладателем Кубка Европы по вольной борьбе. Потом в 18-м году в октябре или в ноябре он стал, ну, взял Кубок Москвы по вольной борьбе. И потом уже где-то вот в конце 18-го года он уже ушел из большого спорта. С чем связана травма у него? Да, с травмой. Он поет, и он, наверное, хотел больше, скорее всего, больше связать свою жизнь с эстрадой, да, с пением. Потому что в борьбе он взял все, что захотел, все, что смог. И решил, наверное, уже. Ну, сейчас он куда-то двигается в сторону своей какой-то сольной карьеры? Да, да. Он записывает песни, он снимает клипы, он иногда играет в КВН, то есть он там тоже в топах чарта «Восток.ФМ». Ну, конечно, он нам пишет, ребята, проголосуйте там за меня. Есть такая история? Да, там песенка у меня вышла. А второй ваш участник, который приглашен сюда, Юсуп Сахатуллаевич из сборной Дагестана. Юсуп – это вообще что-то нечто. Как он вообще появился? Кто-то из авторов наших предложил его, сказал, что вот, ребята, очень смешной человек. Юсуп из бродяг, из бывших Дагестана. Мы его все прекрасно знаем, потому что смотрели «Горцы от ума», их скетч, который делала команда их. И Юсуп в сборной Дагестана, он еще за них уходил, тоже выступал. Мы его знали, и вот мы его пригласили. Получается, первый раз он за нас вышел на одной восьмой в этом году. А до этого мы с ним как-то пересекались, ну, то есть не было такого прям конкретного общения. Вот. И потому что у нас еще в тринадцатом, в двенадцатом-тринадцатом году, когда мы только-только попали вот в первую лигу, у нас тоже был образ тренера. Его делал другой человек этот, Артур Мирзаев. Вот. Он, короче, тоже играл тренер, но он был более агрессивный. То есть этот тренер какой-то такой дурачок, а тот был агрессивный, и он более импульсивный был такой. То есть он вообще ломал темп нашего образа, наверное, вот как-то атмосферу. Вот. И в двенадцатом году он в первой лиге, у него там было пару выходов, он там выходил в вышке, и он как-то не зашел, не понравился он. И все, мы просто про этот образ забыли. Все, мы думали, что нет тренера. Тренер должен быть, наверное, какой-то типа, может быть, похож как нам, как мы. Вот. У нас единственное попадание с образом сразу было это Торники. Торники. То есть он такой же, как мы, только он поет, и он сильнее, чем мы все. То есть прямо видно. То есть мы его... Он тупой, но мы его боимся, но мы чуть-чуть умнее его. То есть мы как-то вот... Это, может быть, и не читается зрителям, да? То есть Торники – это просто слова, господи, это просто образ. Пожалуйста, не встречай меня на улице. Не, на самом деле, он очень добрый в жизни Торники. Но он же очень мощный, да? Очень мощный и очень добрый, да. И вот мы в этом девятнадцатом году попробовали Юсупа. А Юсуп, он дурачок такой тоже. Образ такого раздолбая. У него это отлично получается делать. Но есть такое ощущение, что это не сильное выселение было. Он как бы разбавлял, делал интересным, да, где-то в каких-то местах определенных наше выступление. Нам нужно выигрывать. Поэтому встречайте наш тренер! Тренер, это женский пояс. Я знаю, но я добыл его в честном бою. Но чтобы это было прям суперусиление, не получалось. Вообще у нас именно с этим большая проблема. Мы не можем как-то из добавляющих, то есть выходящих персонажей как-то усиливаться. Мы, может быть, заблуждались в том, что можно как бы у кого-то добавлять. И поняли только вот путем пробы и ошибок, что усиляться надо самим, внутри себя, внутри команды. То есть Милана как-то раскрыть, Амина как-то добавить какие-то вещи, Рухина. То есть у нас прям в этом году все раскрылись максимально. Ну, Саша единственное только вот, а с какой был такой остался там. Милан на финальном рэпе в финале, когда еду в Магадан, у него была такая строчка, что молчаливый парень скрывает два высших образования. Да, да. Это действительно так? Да, у него два высших образования. Он очень начитанный, очень эрудированный. Если мы играем что, где, когда, мы за него делимся, кто будет, у кого в команде он будет. Потому что этот образ абсолютно максимально противоположный, какой он есть в жизни. А вообще в команде у кого какое образование? Я педагог по Божьей физкультуре. Хамин, у него специальность адаптивная физкультура. То есть для спортсменов? Да, адаптивная, восстановительная физкультура для спортсменов, для инвалидов. То есть вот такая. Саша Тереченко у него такая же. Специальность Рухин. Сейчас ты посмеешься, потому что муниципальное государственное управление. То есть он чиновник? По специальности, да. А по жизни? А по жизни он крутой управленец и лидер, я бы сказал. Ну, вот этого профессия, видимо. Да, ну, он на это отучился. Он, мне кажется, он родился таким уже. Почему? Ну, он неплохо справляется с организацией каких-то мероприятий, с управлением. Вот команда КВН. Вот такая вот организация. Это так, как бы сказать, это его магазин, которым он неплохо, так скажем, управляется. Его ларек, да? Да, ларек. Очень стереотипно. Алексей Щербатых спрашивает. Каково было впервые надеть обтягивающую форму и выйти на сцену? Или не было ли претензий со стороны горячих парней из Кавказа? Да, ну, я вот вспоминая первое свое выступление, когда вот вышел в трико, для меня немножечко было удивительно, почему это так сильно смешно. Ну, как бы мы выступили, это вызывало у людей истерику. То есть вот мы в образах. Тогда, конечно, мы образ не так выдерживали, как сейчас. Тогда мы чуть-чуть с акцентом разговаривали. То есть сейчас мы, то есть прям грубый голос делаем, там взгляд максимально. А тогда просто, э, ну что, вот так, просто чуть-чуть тупили. То есть не было такого. И это сильно вызывало истерику. И не было такого, что вот я стеснялся там своего тела, потому что я тогда выглядел идеально. Ну, спасибо за обман. Стесняется у нас, ну, очень сильно, не сильно, наверное, как бы, сейчас, может быть, уже привык, а мин. Я вот часто от него слышал, что, блин, в трико, неохота. Почему? Ну, такой он, он такой человек просто немножко. Стеснительный, скромный. Саша тоже иногда, вот, ему некомфортно. Не то, чтобы стесняется, ему некомфортно выступает трико, потому что оно у него специфическое. Оно сильно обтягивает, и оно у него очень короткое. И лямки здесь тоже вот как-то... Это специально сделано, чтобы подчеркнуть его. Оно не специально сделано, оно взято прямо, это такое трико есть. Не для вольников, оно для классиков вроде бы, это трико. И там просто вот такая дамка идет, и она вот лево-вправо, и все, соски наружу. И, ну, это дискомфорт какой-то вызывает тоже. И тоже со временем, ребята, ну, я скажу за себя, за Рухина и немножечко за Сашу, что мы уже немножко меняемся внешне. И поэтому тоже стараемся держать форму, чтобы на сцене выглядеть более-менее по-борцовски. Окей. А какие-то претензии были когда-либо? Ну, претензии, скорее всего, были не потому, что вот вы, что вы там борцов позорите, что такое. Это очень сильно надумано было нами. То, что мы вот боялись того, что борцы начнут нам звонить, сказали, ну, что вы такое. Это мы абсолютно все надумано, потому что мы пересекались очень много с профессиональными борцами, и с чемпионами Европы, и с чемпионами мира, и России, ну, прям с титулованными борцами, настоящими прям борцами. И мы очень часто с ними пересекаемся, потому что они являются нашими фанатами, они любят нашу команду, им нравится. Они эту иронию прям вообще очень сильно воспринимают прикольно. Даже вот сам Торники, он профессиональный борец, настоящий профессиональный борец, и он сказал, что я вашу команду, ну, до того, как мы его позвали, он уже видел и смотрел, и следил за нами. Он говорит, любую шутку скажите, я продолжу. То есть настолько мы ему нравились, поэтому конкретных таких случаев именно претензий от борцов не было. Слушай, а вот, например, в последней, ну, в финале у вас участвовал на видео Карелин. Он знал о вашем существовании? Да, да, он знал. По крайней мере, вот в 13-м году мы пытались с ним связаться, чтобы он вышел за нас, ну, потому что он тоже борец. Ну, понятно. И кто-то говорил, что он иногда там может какую-то игру нашу посмотреть, где-то нас там увидеть, но не так часто. Потому что вот мы сейчас, когда с ним перед финалом виделись, он сказал, иногда смотрит, потому что времени там у него не так много особо одного. Вот, ну, в финал он посмотрит, сказал. Слушай, ну, а вообще, как вот эта встреча с легендой? Это же легендарный человек, просто безумно легендарный. Да, вообще. Какие ощущения? Это было, было максимально, ну, не сказать, что страшно, мы же борцы, мы не боимся. Ну, это было быстро и немножечко неловко, наверное, тоже в какой-то мере. Ну, мы максимально старались вести себя обычно, потому что зашел такой человек, все были немножечко так напряжены, потому что все его знают. Но он же производит впечатление. Максимально, вот он заходит просто в кабинет, он так вот так на всех посмотрел, достает свою большую руку, со всеми здоровается. И вот первая фраза – наши действия. Мы еще сильнее потерялись, причем он прям большой человек, просто во всех смыслах этого слова. Объяснили все это, начали снимать, снялись. Он быстро ушел, мы хотели еще что-то снять, но это было не запланировано. Что-то вот мы только начали предлагать, он говорит, нет, ребят, и просто ушел в стену, сломал стену, ушел дальше. Не, он очень крутой, это максимальная атмосфера и энергия от него исходит просто невероятная просто. Хорошо, слушай, вот еще есть интересный вопрос. На всех репетициях вы носите футболки «Северный десант». Да. В таких же футболках перед боем выходит Федор Емельяненко. Так. Что вас связывает с Федором? «Северный десант». Теперь расскажи, кто это такие. «Северный десант» – это организация, которая занимается экспедицией в Арктику. И выполняют различные задачи, они по госзаказу, по Министерству обороны, они какие-то проводят эксперименты, исследования, проверяют оборудование различное, работают с ГЛОНАСС, с Роскосмосом. То есть они туда едут с большим количеством, так скажем, задач, которые нужно выполнить. Едут, выполняют их всех, потом приезжают с каким-то уже результатом. Ну, как вот, например, в космос управляют людей. Да, я понимаю, но это освоение арктических территорий, правильно? Да, тут как бы и освоение, и испытания, различные оборудования, то есть задач очень много, и часть из них там даже какая-то секретная есть. То есть они спонсируют и вашу команду, и Федора Емельяненко, правильно? Они вообще поддерживают многие направления, в основном они в попечительском совете, Fight Night, где бои проводятся. Потом они поддерживают очень много спортсменов, то есть какие-то направления. У них есть свой стрелковый клуб, у них есть, они открывают площадки для воркаута в многих городах. То есть сфера деятельности у них очень широкая. То есть у них есть большой пласт социальной работы, да? Это да, они вот очень много в него вкладываются. Но они встречались вы с Федором непосредственно? С Емельяненко нет. Нет? С Федором нет. Мы встречались с Михаилом Кокляевым, тоже вот он является сейчас президентом ассоциации силачей России. То есть проводится... Силовой экстрим, по-моему. Да, Силовой экстрим, да. Они проводят турниры, вот они Нижневартовские. Кстати, вот эти Северный десант, они с Нижневартовской, это их там штаб. И мы там несколько раз бывали на их турнирах по силовому экстриму. И вот там с Михаилом Кокляевым мы часто пересекались. Эта встреча была очень такая... Я же сам тоже троеборец, занимался силовыми в школе. И для меня Кокляев был кумир. Кумир. И в какой-то момент нас позвали в Артовск, чтобы мы выступили на открытии турнира. Мы приезжаем и все, выходим с гостиницы. А там на площадке Кокляев ходит, оборудование они там устраивают для спортсменов. И мы так издалека и видим, я смотрю, просто гора, это же Михаил Кокляев. А он так поварает, что-то, о, борцы! И вот эта встреча друг к другу. Он как бы нас знает, мы его, все. И тут эта встреча случилась. И я тогда был просто вообще... Ну пацаны, конечно, не так сильно были восхищены, потому что он не является их кумиром. Ну понятно. Моим кумиром он до сих пор является. Форен, если не КВН, то чем бы сейчас занимался ЮСИФ? Ой, не знаю, наверное, я бы просто работал в Сургуте где-то, кем-то, чем-то занимался бы. КВН, потому что абсолютно просто взял, вот у меня такая торпинка шла жизненная, а тут просто подъехал поезд, забрал меня, внес куда-то вообще, фиг поймите, что происходит. До сих пор, до сих пор типа не могу климаться. Но это хорошее направление. Это, наверное, судьбоносное, я бы сказал, максимальное. То есть в какой-то момент я понимал, что, блин, зачем я это делаю, надо же как-то идти по другому направлению заниматься, чем-то другим. И когда работал, тоже пытался на работе себя проявить максимально, что-то такое сделать, чтобы как-то по карьерной лестнице продвигаться. Просто все это делалось как-то вот, я понимал, что вот это все, ну, это не мое, это не я, куда я двигаюсь вообще, это же не я, вот я теряю самого себя. И общаясь со своими вот ребятами, кто в КВН там со мной начинали, ну, с кем я двигался по КВН, они говорили, вот ты какой-то вот, этот период был между вот 13-м годом и 17-м, вот до нашего возвращения. Мне говорили, что вот, Юси, ты какой-то стал другой, ты раньше был какой-то прикольный, что ли, вот ты был какой-то более живой, дурачок такой был, а сейчас ты вот какой-то стал серьезный, что ли, все. И мне не понравилось вот это. Ну, я не хотел быть серьезным, я не хочу быть таким дядькой. Я вот со стороны на себя посмотрел, какой ты серьезный. Ты дурак дураком и все, надо оставаться самим собой. Все, ты КВНщик, ты юморист, у тебя это много лет получается неплохо, ты можешь еще лучше, надо этим заниматься, надо в это двигаться, надо работать и все, и вот, все. То есть определение того, кто я сейчас, это произошло буквально в 30 лет мои. Переходим к блоку рекомендаций. У нас есть такая рубрика, где мы просим наших гостей порекомендовать нам какие-то книги, фильмы, сериалы, игры, во что играть, во что читать, что посмотреть, обязательно. Давай начнем с книг. Ты читаешь вообще? Да, читаю. Я начал читать буквально с 14-15 года. Кстати, это очень хорошо развивает память. Не всем помогает. Начал читать, наверное, вот как мне супруга подарила книгу, парфюмер. Я прочитал его, а он мне понравился. Я смотрел фильм до этого и прочитал книгу. И я тогда, только тогда я осознал, что вот в чем магия книги. Это она погружает по-другому. Это не фильм. Ты это читаешь, и ты живешь с этим. Ты можешь читать там 3-4 дня, неделю, месяц. А тут полтора часа, и все, и закончилось. И есть и там, и там свои плюсы. И потом мне порекомендовали, а я очень люблю этот фильм, «Красный отец», Марио Пизо. Я прочитал «Красного отца». И это мой любимый фильм. Я просто знаю, что происходит по сценарию. И когда я читаю книгу, я переживаю еще глубже вот эти все события, которые происходят, эти ключевые моменты в этой драме. И я понимаю, что, блин, книга, это же круто. Все, и начинаю. Прочитал Марио Пизо «Красного отца», потом «Последний дом» и «Сицилийца». То есть мне Марио Пизо очень понравился. Мне нравится вот эта вот тилистика 30-х, 40-х, «Мафия». Вот это вот моя, прям романтика моя. А вот я еще прочитал очень крутые три книги. Это «Метро». «Метро-33-34-35». Да, это прям... Дмитрий Глуховский. Глуховский. Молодец прям вообще. Вот я не знаю. Это очень просто, да, вот эта идея, что вот «Метро», «Апокалипсис». И как он это все раскрыл, дочитал книгу, приехал когда в Москву, и я прям рассматривал все, и вспоминал, как он это все описывал, и искал эти гермовороты, которые закрывались. Ну, очень круто. Я вот бы еще бы... Просто тупо не хватает времени. Я бы поиграл в игру «Метро». Есть такая. Да. Кстати, скоро выйдет фильм. Вот, да. И посмотрел бы по-любому фильм, потому что книга – это одно, а я вот хочу увидеть глазами, что, как это все. Потому что он принимает непосредственно участие в создании фильма, и этих игр он тоже принимал участие. Сериалы какие последние смотрел? Последнее, что мы смотрели – это «Викинги». Это крутая история прям. Да, это очень... Я причем... У меня есть такое, я не знаю, это, наверное, у многих, когда ты смотришь какой-то крутой сериал, типа «Игры престолов». И ты думаешь, что все, после «Игры престолов» ты, наверное, уже... После того, что они там сотворили, это же просто шедеврально. «Игры престолов». Не знаю, лучшее... Одно из лучших творений последних лет. И те же самые ожидания уже все завышены у тебя от других сериалов. И ты думаешь, что все, наверное, уже ничего другое не понравится так сильно. И «Викинги» сломали во мне это. Я вот включил. Это не фэнтези-мир, да? То есть, как они там... Там как бы есть элементы немножко... Так скажем, мифов каких-то своих. И это классный. Да. Во все тяжкие. Я, наверное, буду банален сейчас. Во все тяжкие. Мы с супругой часто смотрим сериалы. У нас есть такое. Все смотрят с супруга. Да, окей. Мы начали смотреть. Мы посмотрели где-то, наверное, сезон и половину второго сезона. И что-то не поперло дальше. Все. Ну, история, жизнь там. Ну, ладно. И все. Мы отложили этот сериал. Мы начали смотреть другой. Посмотрели другой сериал полностью от Идо. Потом такие... А давай досмотрим уже. Что там он скачанный на жесткомедистке? Что он там лежит? Включили и просто на одном дыхании вообще, не останавливаясь, до самого конца посмотрели. И считаем, что это один из лучших сериалов тоже. Во все тяжкие. И... Викинги. Вот я посоветую так. И группе столов и так все смотрят. Когда последний раз был в кино? Еще в принципе. 16... 16 декабря. Да? На что ходил? Полицейский с Рублевки. И как тебе полицейский? Цитирую свою супругу. Без Петрова не то. А твой любимый фильм вообще какой? Начало. Кристофер Илландов. Это прям вообще... Не знаю, я... Я если его буду пересматривать, я его... Не знаю, закажу кинотеатр отдельно, я сам сяду, включу его и так буду смотреть. Потому что, что он сотворил, это вообще просто невероятно. Сейчас, в 2020 году, выйдет его новое творение. Оно называется «Довод» в русском переводе. А в английской версии это «Тенет». Это... Там, посмотри, есть уже даже трейлер. Там тоже очень интересная история. Это Кристофер Иландов. Да. О том, что время нелинейное, и оно может разворачиваться в другую сторону. Мне уже мурашки. Блиц-опрос. Можешь отвечать коротко, можешь нет. Главное, чтобы мы понимали, почему ты сделал именно этот выбор. Окей. Москва или Сургут? Москва. Потому что для меня, в плане творчества, здесь больше перспектив, чем в Сургуте. В Сургуте я бы остался на каком-то одном уровне, и все. И не было никакого развития. Город или загород? Смотря для чего. Если для отдыха, загород. Потому что я люблю тишину, на самом деле, очень. У меня даже жена иногда критикует. Не то, что критикует. Удивляется я, когда утром просыпаюсь. Я раньше, когда утром на работу ходил, я телевизор не включал. Я в тишине готовился завтрак, сидел, может быть, в телефоне. И всегда любил тишину. Поэтому у меня для отдыха загород, а для работы уже без разницы. Можно в городе поработать. У тебя очень важна для самоуспокоения тишина, да? Есть у некоторых людей такая особенность. Они боятся остаться самим собой. Я это потом узнал, когда с психологом каким-то пообщался. Она сказала, что есть люди, которые боятся остаться со своими мыслями. Наедине. Да, наедине. Поэтому они постоянно включают музыку, телевизор, чтобы что-то шумело. Постоянно любят шумные места, общаться. А я люблю, чтобы максимальная тишина. И остаться со своими мыслями. Подумать, поразмыслить, проанализировать. Ну или включить какую-то приятную музыку, которая помогала бы мне это думать. Россия или за границей? Не знаю. Для меня и в России хорошо. Потому что, я не знаю, за границей это понятие растяжимое. Везде есть свои минусы и плюсы. Я привык жить в России. Я говорю на русском, думаю на русском. Я русифицированный. Я знаю здесь свои какие-то правила, менталитет. Здесь мне комфортнее жить. А чтобы переехать в другую страну, мне кажется, это, так скажем, лишнее вот это вот время потратить, чтобы начать с самого начала, с самого нуля. То есть это надо сначала язык, да, в первую очередь, привыкнуть к каким-то там вещам, менталитету, людям, каким-то там законам. Ну, то есть, зачем это все делать, если можно это сделать? Вот у тебя есть уже основа, база. Просто надо развиваться в этой стране, где ты уже живешь, где ты уже что-то получил. То есть, а так поехать, посмотреть красоты там в Париж, в США поехать, посмотреть, правда ли в ГТА или неправда. Окей. КВН или Камеди? Наверное, все-таки КВН. Это может грубо прозвучать, но КВН – это большой теплоход, куда заходят все. А Камеди – это такая яхта, которая плывет, и туда не всех пускают. И сможешь ли ты там вообще продержаться на этой яхте, тебя могут просто выпнуть. Ну, то есть, это все очень метафорично, на самом деле. Но я бы поплавал лучше на теплоходе, а потом бы свою яхту бы куда-нибудь купил и поплыл бы на ней отдельно. Окей. Автор или актер? Актер. Ты хочешь быть актером? Ну, как минимум. В смысле, попробовать себя в актерском плане, потому что я работал много и как автор, и как актер, но у меня больше получается быть актером. Хорошо. Хабиб или Фергюсон? Честно, вообще мало смотрю бои, редко. Как бы это странно не звучало. Но если будет бой между Хабибом и Фергюсом… Он будет, поэтому я издаю Фергюсон. Да, я буду болеть за Хабиба, конечно, за нашего, потому что Россия вперед. Окей. Греко-римская или вольная борьба? Ну, здесь вот, конечно же, там и там есть плюсы и минусы, да. А ты различаешь? Да. Ну, я не супер-профи, но я знаю, что в греко-римской проход ноги запрещен, там некоторые другие правила… Классическая, более классическая. Классическая, она сложнее даже, наверное, где-то. То есть там больше, очень больше, много силы нужно для того, чтобы там какой-то прием произвести. А вольной, из-за того вольная, там больше свободы для действий, там и в ноги пройти, и как-то обойти соперника, и схватиться там. То есть, если бы я, например, отдавал бы сынок куда-то, я бы отдал, наверное, вольную борьбу. Потому что там меньше ограничений, соответственно, вольная борьба – хорошая база для того, чтобы потом отдать в смешанное единоборство. То есть, если ты вольник, у тебя, ну, это все, дрэплинг у тебя уже есть, ты знаешь, как бороться, тебе там научиться только делать удушающее и ударное. Все, ты вот идеальный бойец. То есть, по сути… Очень много нам надо научиться, на самом деле. Да. Окей. Быть популярным человеком или счастливым отцом? Счастливым отцом. Но ты же хочешь быть популярным. Счастливым, популярным отцом. Ну, я не стремлюсь быть очень популярным. Мне достаточно, чтобы у меня был какой-то вот зритель свой, целевой. То есть, я не бегу за миллионами, я бегу за своими. Вот так я скажу. КВН тот? КВН? Вот это я вот этого вопроса боялся. А просто я не знаю, какой был КВН не тот. Тот, когда был… Я думаю, все, кто даже говорят, что он не тот, не знают. Не знаю, да. Вообще никто не знает. Тот, КВН не тот – это вообще такой вопрос. А какой он должен быть тот? Вот хочется встречного вопроса, очень много встречных вопросов хочется задать. Другие команды, да. Другие, может быть, шутки, другое, может быть, там, другие темы, актуальные вещи, все. Я думаю, дело не в КВН, а дело во времени. Вот время, а не то, может быть. КВН всегда идет в ногу со временем, потому что команды обновляются, шутки меняются, актуальность меняется, все. Поэтому винить КВН в том, что он не тот, я думаю, это неправильно. Какая мечта у Исифа и Исифа? Вот. Мечта? Ну, не знаю. Сложно ответить, потому что сейчас уже такое сознание в голове, что уже ты стараешься не мечтать, а планировать. То есть ты начинаешь, с возрастом становишься все больше реалистом, наверное. Раньше была какая мечта? Раньше там в школе я когда учился, там, стать крутым спортсменом, там. Потом чуть поздоровее ты мечтал быть богатым, иметь машину. Ну, то есть с возрастом ты начинаешь понимать, что какие-то ценности становятся бесценными, какой-то становится ценным. И для меня вот самое главное, это чтобы мои близкие, моя жена, дочь, мои родители, все были здоровые, счастливые. То есть это, не знаю, может быть не мечта, но это желание мое такое. И все. А так, сейчас нет мечты, я не мечтаю, я уже ставлю все цели, ставлю все задачи и стараюсь их выполнять. Какая ближайшая цель? Ближайшая цель это, скажем так, покорить Москву. Хорошо, я желаю тебе удачи в покорении. Спасибо большое. Ребята, конкурс. Вот он, приз сегодняшнего конкурса. Это футболка «Северный десант», «Борцы». Это футболка, которая у ваших болельщиков, правильно? Это у болельщиков наших и у нас есть такие футболки. То есть мы их одеваем, и иногда люди думают, что мы ходим в майках красных. Этот мерч, правильно, от команды КВН «Борцы». Да, наш мерч. Круто. Эту футболку получит тот, кто в комментариях предложит новое шоу для команды КВН «Борцы». В комментариях напишите свои варианты, что могут ребята дальше делать. Расскажите о смысле этого шоу. И что будет в нем происходить. И наиболее понравившийся Юсифу вариант, он подарит вот этот замечательный приз. И, возможно, даже реализует. Спасибо тебе огромное. Спасибо.